Приучить владельцев убирать за своими питомцами полтора года назад пытались харьковские коммунальщики. Тогда на площадках для выгула собак появились специальные контейнеры. По идее, хозяева должны были там оставлять пакеты, чтобы собирать всё, что остаётся после выгула питомцев. В центре обращения с животными говорят, нововведение не прижилось. Нами отмечалось, что акции вандализма в отношении этих контейнеров совершались. Срывались крышки, выкручивались эти контейнеры, срывались, они срезались. Ну, в общем, не получилось. Теперь бороться за чистоту на улицах решили столичные чиновники. В Министерстве регионального развития владельцев, которые не убирают за своими питомцами, предлагают штрафовать. Хозяева могут заплатить от 17 до 50 гривен. Светлана Ковалёва свою Терри содержит по всем правилам. Собаку девушка зарегистрировала, каждый месяц исправно за неё платит. Светлана говорит, прежде чем вводить штрафы, неплохо было бы создать условия для выгула собак. Мест для выгула собак крайне мало. У нас, допустим, на районе, где мы проживаем, место выгула собак находится за 3 километра. Пока я туда с собаками дойду, они уже всё сделают. В центре обращения с животными инициативу столичных чиновников поддерживают. Коммунальщики, в пример, Харьковским ставят европейских владельцев собак. Мол, в Европе убирать за питомцем норма. Например, в Венгрии. Без вот такого специального пакета хозяева на прогулку не выходят. Владелец достаёт кулёчек из кармана и убирает все неожиданности своего питомца в такой кулёчек и выбрасывает в специальную урну. Нашим владельцам собак никто не мешает использовать, если не такие, то любые непрозрачные кулёчки. И поступать таким же образом. И будет чисто на наших улицах. Правозащитники говорят, даже если норму о штрафах одобрят парламентарии, чище на улицах, скорее всего, не станет. Ведь за всеми городскими собаками не уследишь. Любое наказание действенное, когда оно неотвратимо. Здесь, я так понимаю, неотвратимости не будет. Это будет выборочное наказание для отдельных людей, которые попали в поле зрения милиции. Светлана говорит, убирать за своим питомцем не против, но с одним условием. Если все зарегистрируют, и все будут убирать. Я очень в этом сомневаюсь. Валерия Шапаренко, Наталья Руденко, Борис Буцевич, Виталий Осьмачко и Павел Кубраков. Медиагруппа «Объектив». Медиагруппа «Обектив»